В январе 1850 года В омский каторжный острог Прибыл Федор Достоевский Военно-судная комиссия За участие в кружке Петрашевского Приговорила Достоевского К лишению всех прав состояния И смертной казни расстреляния Но смертный приговор Был заменен на 4-летнюю каторгу С последующей военной службы рядовым Кроме Достоевского Ни один из русских писателей 19 века не побывал на каторге Выступив в 1825 году На Сенатской площади Декабристы разбудили ведь не только Герцена Они разбудили всю Сибирь Подтверждением тому Анекдоты, которые рассказывали Потом в столице Вот, например, такой Немецкий ученый по фамилии Эрман Путешествие по Сибири Повстречал в одном из сел крестьянина В простом полушубке Под поясанным веревкой На какой-то простой вопрос Эрмана Крестьянин вдруг ответил по-немецки Вы знаете немецкий? Удивился ученый И французский Подтвердил крестьянин Ну, это же сенсация Подумать только В Сибири крестьяне Говорят на двух Даже на трех языках На что крестьянин отрапортовал Давайте знакомиться Казенный крестьянин Его императорского величества В недавнем прошлом Майор 32-го егерского полка Владимир Раевский АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, действительно, ссылая подальше от столиц Просвещеннейшие умы России Царское правительство по неволе Оказалось для Сибири в роли благодетеля Где бы не появлялись государственные преступники Там всегда открывались школы, больницы, библиотеки Впрочем, ссылка тоже немало давала невольникам чести Вот Федор Михайлович Достоевский Тот, к примеру Хотя, впрочем, что я Что я говорю за тех, кто о Достоевском знает все и даже больше Когда здесь специалисты Да, встречайте, пожалуйста, в нашей студии Вот Мареннис, например Главный специалист по Достоевскому Директор Омского литературного музея имени Достоевского Виктор Вайнерман Писатель, журналист, телеведущий Юрий Маренис И известный в Омске художник-миниатюрист Антолий Коненко Ну, вообще-то, Омск был местом, куда ссылали очень много Очень много ссыльных И большой территориально площадь в Омске занимал каторжный острог Он находился практически в самом центре Омской крепости Он был, говорят, просторный, как пишут, говорят Просторный, местительный Ну, шагов 200 в длину, шагов 150 в ширину, как говорил Достоевский Учитывая, что Омская крепость сама в то время была где-то 5 верст То есть чуть больше 5 километров в длину и примерно 2 километра в поперечнике То острог, в принципе, занимал очень значительную площадь А я вроде как читала, что Омск считался городом южным, почти курортным Жизнь здесь была дешевле и комфортнее, чем где-либо в Сибири Если прочесть, вы, наверное, прочли введение к запискам из мертвого дома Где Достоевский, ерничая и издеваясь, передергивая собственную судьбу Говорит, что климат в Сибири превосходный Что дичь в Омске, в Сибири, простите, летает по улицам Сама натыкается на охотника Что икра превосходная, шампанского выпивается сам 15 Что сибиряки умеют пользоваться климатом и всеми преимуществами Которые есть в нашем городе Но это в художественном произведении А в письме Достоевский говорил, что Омск гадкий городишко И у него остались от него самые мрачные Тяжелые впечатления Вот как-то странно, гадкий городишко почему-то вот часто упоминают в Омске А вот то, что здесь дичь сама на шампур нанизывается Вот не так часто Так дело в том, что мы совсем недавно узнали, что Омск, в общем-то, был на самом деле Фактической столицей Западной Сибири Военной, стратегической столицей Здесь было очень много офицеров И офицеры были все просвещенными людьми Они получили прекрасное образование В Омске выписывали отечественные записки В Омске были танцевальные кружки, которые потом превратились в драматическое общество В Омске была библиотека уже небольшая И, в общем-то, Омск по тем временам, конечно, был уже, хотя и провинциальным, но достаточно таким просвещенным городом Несмотря на малочисленность своего населения То есть, ну, в районе 15 тысяч при Достоевском, скажем, это немного А вот этот, вот это, что вы нам привезли? Мы вам привезли уникальное произведение Это макет каторжного острога Выполнен он заключенными Омской седьмой колонии Ах, это преемственность поколений А чертеж этого острога находится у нас в музее Мне удалось его найти в военно-историческом архиве в свое время И даже, да, я пытался понять, где, в какой из этих казарм находился Достоевский Ну, в общем-то, выглядит-то все довольно прилично Ну, выглядит, да Это их мечты, по-моему Вот этот частокол был высотой 6 метров Это были заостренные пали, так называемые, заостренные вверху, сбитые вместе бревна Ну, это, конечно, не те лучики, которые вот нам рассказывали, да? Ну, это были уже каторжные ограждения Целые стволы, в общем-то Так вы выяснили, где? Целые стволы Сосны Ну, я предположил, что вот в этой казарме справа Вот, потому что Достоевский пишет запеской Экземертого дома Там он, конечно, говорит не о себе, а о Горянчикове Что только из окна его казармы можно было увидеть, как полыхает огонь на кухне в разожженных печах Кухня вот она То есть под наиболее прямым углом, да? Ну, извините меня, отсюда тоже видно Отсюда, отсюда, отсюда Угол уже немножко менее удобен, понимаете? Ну, наверное, да А окна-то были маленькие, не стеклянные Дело в том, что подобный макет мы с Виктором Соломоновичем Сделали давно уже Читать это одно А когда приходят в музей Достоевского, люди хотят увидеть что-то И впервые мы подумали, надо сделать Ну, что-то такое, чтобы люди могли смотреть И мы сделали несколько макетов Не мы сделали, Анатолий Иванович делал Мы попросили его Он для нас сделал макет нашего комендантского дома И макет крепостного строга И эти два макета до сих пор в экспозиции Литературного музея Да, они так и стоят, конечно Юрий Геннадьевич, присоединяйтесь Ну, хватит Хватило бы его Вы бездей себе Вы бездей себе А сколько сидело? Я скажу В одно и то же время Сколько было? 150 человек Согласно статейным спискам Записка Акземиртов дома Достоевский говорит 250 Ну, чтобы преувеличить скученность арестантов И тяготы нахождения В очень ограниченном пространстве Большого количества людей Вот что касается тягот Да, я принес кандалы Ну, все Вот тяготы Хотите поприменить? Нет, не хочу Нет, но подержать, насколько они тяжелые Посмотрите, есть еще вот такая рубаха Подержать это да Это летняя рубаха С мишенью, да На спину пришивался черный круг А зимой пришивался бубновый туз Это на зимнюю одежду Ну, это фактически было мишень Если каторжник бежал Ну, я понял, мишень Вот это кольцо крепилось к поясу А вот эти браслеты крепились к чиколоткам Тяжелые, Борис Васильевич? Сильно тяжелые Хотите попробовать? Нет, я попробовала Я их даже не подняла Кто-нибудь хочет попробовать? Ну, чтобы ноги не стирались Одевались вот такие под кандальники А-а Я надеюсь, это не подарок Нет, это не подарок Это музейные предметы Хотя и новоделы Не из легких Да, надо сказать, что Достоевский носил такие кандалы Вот такие кандалы Все четыре года Он говорил в записках Из мертвого дома Что, в принципе, здоровому мужчине Привыкнуть к ношению Пяти килограмм железа Можно Но это ошельмование Стыд и тягость Он говорит о признаке Несвободы Но он однажды сказал В другом романе Ко всему человек под лес привыкает Да, совершенно верно Ну, посмотреть на это все Я беру свои слова А насчет омско-комфортного Южного города Юрий Генрихович Прошу, вы когда Я как писатель Я хочу сказать, что это правнук Достоевского Правда? Да Мы хотим открыть нашей аудитории Небольшой секрет Юрий Генрихович Маренис И Борис Васильевич Рыбаков Вы сокурсники? Я не праправнух Праправнуков Вы сокурсники? Мы однокурсники, да Мы с Юрочкой учились В Ленинградском институте культуры Целый год Я проучился А Юра, по-моему, два года проучился А потом кого выгнали? Если один, один год, а второй, два Меня выгнали Ну, я скажу, что как писатель Я же должен копаться в героях Я же должен Мотивировать их поступки И вот сейчас я пишу Повесть, роман Я не знаю, что По объему И там у меня есть Музей Вернее Ну, он по ходу Фоном там проходит Просто героиня там Которая Работает Она там главная И работник музея Ее там убивают И на этом заканчивается Ее работа Как в жизни Так и вообще Музейная И, соответственно Я подумал А какого музея? Что может быть рядом? И рядом музей Достоевского К примеру Оказался И я начал АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я понимаю, что вы хлопаете сейчас Достоевскому все-таки Конечно И я начал копаться, значит, в биографии Федора Михайловича Как он там сидел И я понимаю, что он там вообще-то и не сидел И вот эти кандалы, которые показал Вот как после этой фразы Хлопать или не хлопать Я даже не знаю Он там лежал Он не сидел Он лежал Он мой друг Виктор Соломонович А Виктор Соломонович Редактировал мой Вот такой роман По ножовщина Так что, понимаете, я к нему испытываю Самые искренние чувства Вот И я посмотрел Ну, не таскал он А кто он такой вообще Достоевский? Как он попал туда, в Сибирь? Я задумывался У меня возникла масса вопросов А еще самый главный Он же попал туда не как писатель Он только написал бедные люди Которых приглашал к себе Каких-то людей с улицы Что-то с ними разговаривал А жил он Жил он На что он жил? На карты Он же был игрок И как мог Картежник Понимаете? Который, может быть, даже спит Или организовал шайку Ты понимаешь, что тебя вырежут из передачи? За эти слова Нет, вырежут тебя А меня с этим остались Да меня ты ради бога Потому что у меня новый взгляд на Достоевского Игрок Очень смелый Я бы сказал, очень смелый Нормально Все вот остальное, что говорит Виктор Соломович Я принимаю как советскую идеологию Это советская А приходит чувак 30 лет Достоевскому тогда было 30 лет Вот такого роста, как ты Понимаешь, такой вот На ножечко Вот скажи мне, пожалуйста Этот острог в каком году сделал? Он же не при советской власти сделал? Нет После Значит, российская власть тоже признала, что он сидел вот здесь В этом остроге А ты говоришь, что его вообще не существовало Кого? Достоевского А как же ты оказался его праправнуком? Не знаю Ну вот и я тоже Детей у него не было Я понимаю, что Да, но я хочу здесь сразу вмешаться И нарушить ход событий Нет, но реплику Я же еще факты не привел А факты еще? Пожалуйста Ты все пользуешься советскими учеными И всякими письмами Которые я знаю, как писались И все И это все как Достоевского Ни в одной советской Этой самой не сказано Что он был игрок И жил за счет карт Ну вот Но я все-таки хочу сказать Что написано много биографий Достоевского В разные периоды Причем и в советской В постсоветской В нынешнее время И могу категорически сказать Что Достоевский в карты Научился играть Уже гораздо позже Уже когда вышел из-за строга И поехал за границу А тем более на средства От картежной игры У него не жил никогда В сороковые годы Он увлекался действительно Разного рода Прелестями светской жизни Об этом он писал брату Что минушки и кларушки Прелестные до последней степени Но стоят очень дорого Вот этой стороной жизни Когда он стал известным литератором Он увлекался Но в карты тогда он не играл И на карточные средства он не жил Да он научился наверняка В остроге играть Он увлекся демократическими идеями Был романтик Все было Все имело литературную подоплеку Потому что на самом деле Его Человек, который благословил его в литературу Билинский Прочитав после бедных людей Двойника Там хозяйка Он Его не понял Он разочаровался Говорит, что здорово Мы надулись С гением Достоевского И Достоевский думает Если Билинский не понял То все остальные не понимают Тем более Надо в России законы изменить Ну так, грубо говоря Вульгаризируя Поэтому он увлекся Идеями Романтическими идеями Преобразования жизни в стране Стал посещать Демократический кружок Ну и за это потом Носил кандалы четыре люди То, что мы о Достоевском Можем говорить о чем-то Спорить или не спорить Но есть вещи О которых мы можем говорить точно Что именно в Омске Была издана Самая маленькая книга Достоевского То есть об этом Надо помнить Что книг издано очень много А записки из «Мертвого дома» Я лица самой маленькой Самой маленькой книгой Достоевского В музее Достоевского Есть и портрет Достоевского Или портрет Борелье В котором вставлен в половинку Вишневой косточки Это тоже факт То есть самый маленький портрет А его слова «Красотой спасется мир» Написаны на человеческом волосе Не красота спасется Записки из «Мертвого дома» А красотой спасется мир Вот тогда я вот молюсь Это один томик на русском языке А второй томик В музее Достоевского Есть оба тома На английском языке Там еще есть третий томик Иллюстрации Еще с иллюстрациями Которого встретил Ученый Эрман Это факт Поэтому это Достоевского Самого здоровья КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok